приветствую всех 2712 сборка вот у нас игровой системный блок корпус за гейминг ms3 в белом исполнении корпус по габаритам как обычный но на самом деле это микро tx форм-фактор но при этом в этот корпус можно поставить даже систему водяного охлаждения есть отступы корпус широкий рассчитывать под установку 140 миллиметровых кулеров сверху ну и соответственно ширина позволяет поставить даже любую систему воздушного охлаждения даже самую самую габаритную на самом деле классный корпус сверху нос он полностью для воздуха прозрачный два посадочных места под вентилятор 120 либо 140 миллиметров вниз разъем sb3020 кнопочки носов точную основная фишка этих корпусов м с 3 м с 4 это вот такие вот боковые дверцы именно дверца здесь у нас закаленное стекло дверцы у нас на магнитике и стекло у нас заподлицо металлом прикрыта аккуратненько так вот заходит хорошо на держится никуда она не улетит магнитики очень здесь мощные ну и выглядит здорово пригодится ли это в обычной варианте когда он стоит компьютер не знаю ну по крайней мере сделано здорово построен системник на базе процессора intel core и 5 10 400 f 6 ядер 12 потоков и если вернуться на три года назад когда появился 1151 в 2 сокет был самый топовый процессор i7 8 700 ну его версия к с разблокированным множителем который имеет повышенный power limit 95 ватт и вот этот 8 700 был самый-самый мощный процессор в этом бюджетном сокете не было еще пока и 9 9 900 9 серии не было и 7 9 700 вот этот 6 ядер 12 потоков был топовый проц и спустя поколение через поколение этот i7 8 700 теперь уже называется i5 10 400 ну а приставка f говорит о том что у нас встроенной графики нету она аппаратно отключена наверное там все-таки где-то закопано но воспользоваться мы не можем но благодаря этому процессор такой же шустрый как обычно 10 400 но подешевле процессоры холодные потому что любые не кашины процессора ограничены поверлимитом 65 ватт теоретически можно этот поверлимит увеличить это будет здорово влиять на применение turbo boost а базовая частота у нас 29 turbo boost и работает на 4 3 и зависимости от того как процессор укладывается в теплопакет 65 ватт у нас этот turbo boost и работает то есть если процессору задать повышенную мощность допустимую нам пусть у нас и чипсете некоторые платы позволяют просто отпустить поверлимит то и процессор не будет сбрасывать частоты ниже высокой частоты 4 3 будет держать ее но так как это всего лишь 6 ядерник то даже при ограничении 65 ватт вполне он адекватно работает держит высокую частоту на долговременную нагрузку и и не сбрасывают но в случае съесть и а 7 у нас здесь 700 а 9 не дай бог 10 900 с включенным поверлимитом 65 ватт конечно все грустно не больше секунды работает turbo boost на 5 гигагерц и потом сбрасывается просто до базовых частот и просто-напросто работает на низкой частоте чтобы в этот теплопакет уложиться 65 ватт для слишком много ядерных процессоров это конечно очень мало но с другой стороны есть вы ставите 7 10 700 9 даже не кашный то чаще всего идут материнские платы довольно таки дорогие этот поверлимитом просто-напросто отключается к примеру предыдущая сборка была на а седьмом 10 700 f материнская плата там за 15 тысяч рублей на за чипсете и поверлимит мы выставили в 280 ватт максимально допустимый для того кулера который там стоит геймер шторм ассасин 3 и он у нас показывал 130 ватт в пиковой нагрузке не ахти сколько при этом на этой нагрузке он спокойно высокую частоту продолжительную 46 гигагерц держал без каких-либо проблем но от 130 ватт вместо 65 ну со девятым конечно чуть посложнее если будет кашный просто там базовые частоты повыше турбовус немножко повыше ну и максимум до чего он скатится это до базовой частоты в игровых машинках это не все так важно скорее важно количество ядер количество потоков ну и насколько современный процессор и вот этот процессор наверное сейчас самый самый лучший на рынке ну как мне кажется 10400 f раньше турбобуст был не такой высокий как сейчас 3 допустим до 3.5 а сейчас базовая 2.9 и до 4.3 а уж 4.3 ягерца хватит для любых задач чтобы кулер у нас не подвывал все таки интеловский родной кулер немножко малого для на и пятых мы ставим сюда на тепловых трубках в данном случае это deep cool и чмени 80 миллиметров кулер он бесшумный 2 тепловые трубки этого кулера будет хватать интересно здесь материнская плата чипсет h470 но при этом это бюджетная плата срок h470 m hdv из особенностей как я вижу здесь у нас раз два три четыре пять шесть вас питания на 410 обычно 5 вас 8 пиновая колодка до питания и в принципе даже с простым кашным процом какой 10 600 кф такая материнская плата справится сэкономили они здесь на плате по количеству интерфейсных разъемов нету им два разъема два слота бата оперативку которую можно до 64 гигабайт поставить но в целом обычная добротная плата никогда проблем с ними не было в отличие от такие же только четыреста десятых а сроков две планки у нас в двух канале стоят это джей скилл память у нас профильная на 3 гигагерца но в данном случае так как чипсет у нас не z мы ограничены той частотой который задает нам процессор это 2666 мегагерц для и 3 и 5 и 2 933 для и 7 и 9 но профильная память изначально заведомо в данном случае 2133 соответственно тайминги здесь поинтересней и вообще аж 470 чипсет обладает довольно таки большим количеством настроек по памяти есть уж сильно хочется поймите сделать вкусную тем более память здесь изначально как раз 233 то есть про тайминги изначально у нее очень такие прям низенькие низенькие можно спокойно эту память до 2666 мегагерц разогнать на каких-то экстремальных таймингах но опять же если это нужно по факту все это не имеет большой смысл и создан накопитель нас пассата интерфейса но довольно таки хитрый fox line и хитрый заключается в параметре тбв это количество допустимое перезаписи информации меряется в терабайтах и для ssd накопители 240 гигов стандартное число это 100 150 так вот у этого ssd накопителя число равняется 260 терабайт это очень много это почти в два раза выше чем обычно черненький такой fox line вообще история конторы fox line наверно лет 10 назад мы их корпуса привозили блок питания древняя контора и вот они добрались до ssd накопителей видеокарта самая недорогая из новых видеокарт которая будет называться хорошая игровая это geforce gtx 1650 и если покупаете 1650 самое главное взять на gddr 6 памяти вот сейчас тест у ставим спай прошел от 3d марка показал он 4000 попугаев это ровно то значение которое выдает gtx 1060 ну понятно что сейчас и сидишься то покупать есть вариант купить только 3 гиговку 6 гиговка будет по стоимости наверное как это 1650 новая только той карте будет 34 года поэтому из новых видеокарт 1650 наверно самое лучшее решение 1650 супер раньше стоили не намного дороже там у них количество куда ядер было больше соответственно помощнее процентов так на 10 но к сожалению ценники на них еще выше по 35 38 тысяч это как бы неадекватный ценник на эти карты ценник высокий но из-за того что эти карты в майнинге не особо то использует хотя сейчас и чувствую их все будут в майнинг ставить в этих карт ценник не вырос в три в четыре раза всего лишь два на 4 гигабайта карта в этом плане не она будет чуть лучше чем 1060 при одинаковой производительности карта потребляет меньше теплопакет где 65 ватт вместо 120 вату 1060 поэтому даже до питания нет обычный алюминиевый брусок один вентилятор у нас видюха asus версия феникс карта тихая и вот здесь так как 4 гига памяти то некоторые игрушки спокойно будет запускаться на тех настройках которые быть недостижимы 1060 так что из новых видюх он довольно таки неплохая карточка а вот на ddr5 памяти карты сильно хуже сильно проще а по цене стоит столько же поэтому при 1650 в идеале конечно надо ddr6 довольно таки массивная карта для 1650 если посмотреть палит шторм x на ddr5 она будет чуть ли не в два раза меньше чем эта карточка блок питания на 500 вот здесь обычный простой блока хватит и на более дорогие видеокарты и более потребляющие ну и до кучи сюда хорошо бы еще добавить жесткий диск либо поставить свой такая у нас карточка материнская плата ну и по стоимости 62 150 системник вышел и в пределах этой суммы новый системник наверное самое лучшее решение альтернатива его это разен 5 3600 он будет чуть подороже ну вот по хорошему 3600 и нужно готовить на более дорогой элементной базе на дорогих материнских платах с хорошим охлаждением в этом плане 10400 f и сейчас мне больше импонирует не такие они кривые обычно машинка шустрая быстрая игровая и на ближайшие лет пять принципе на full hd разрешение будет спокойно тянуть все современные игры без каких-либо проблем